ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ВЕСУМИТВСКИ ПОДПИШИСЬ! День визволения нашего города. 25 жовтня 1943 года наше місто с силами 46-го и 8-го армии 3-го Украинского фронта было визволено от фашистских окупантов. Розстреляно больше 30 тысяч військовополонений. У цей урочистий святковий день ми згадуємо безстрашні подвиги наших дедів та батьків. Назавжди залишаємо їх у пам'яті. Шануємо пам'ять тих, хто відстояв для нас мир на землі хвилиною мовчання. День визволения День визволения День визволения День визволения День визволения ПЕСНЯ Коллеги, сегодня мы провели ставшее уже традиционное возложение цветов в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня такой холодный день, но солнечный. Собралось руководство области, народные депутаты. Бывший городской голова Иван Иванович Куличенко посетил нас своим присутствием. Его участие тоже знаково в этом мероприятии. Естественно, ветераны, участники боевых действий Второй мировой войны. Это событие знаковое для города, традиционное. То есть мы все прекрасно знаем, какие потери понесли наши войска при форсировании Днепра, при освобождении города. И, естественно, это событие позволяет нам перекинуть мостик между прошлым и будущим, как бы связать поколения. Я буду говорить сегодня более о практических вещах. Так получается, что жизнь идет. И, конечно, с каждым днем, буквально с каждым днем, наших защитников, ветеранов становится все меньше и меньше. И мы должны успеть попытаться им отдать хоть какой-то долг. Поэтому к дню освобождения города, к дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков было принято решение городской властью обеспечить материальные выплаты. Мы выплатим 927 участникам боевых действий, инвалидам войны, денежные суммы в размере 2500 гривен и еще тысячам ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны по 1000 гривен. И вы участвовали в освобождении города, да? Я сын полка. Особождал в Украине, Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии. Закончил Великую Отечественную войну в 44-м году, когда мне было 17,5 лет. Город Фринбе. Вы помните этот день, когда уже объявили победу? Я помню как себя. Я все прекрасно. Я могу ночью разбудить. Разбудите меня. Я буду вам рассказывать все. От начала до конца. Расскажите нам про этот день, когда вы узнали, что все закончилось, что уже проходили, что освободились. Да, да, да. Это была такая конфетка, со скрытой на глазах. Я все плачу. Обнимал друг друга, что он остался живой. Я проснулся, пощупал, но я сделал. Пошли вперед. Одна у нас доля была. Я не хочу. Полиции, я горжусь, что не вижу. Разбудите, но вы были участвовать в моем? Нет, конечно. Но мне вот так вот принесло, что я подошел, что я у вас перечисли. И ваше право, что мне никогда не уйдя с вами войны. Спасибо.